Сильнейшие хореографы Тюмени организовали мастер-классы по танцам для отдыхающих в лагере Ребячья Республика. Хореография стала лейтмотивом заключения смены в летнем сезоне. Впечатления детей и вожатых выслушали наши коллеги. В Ребячью Республику дети, даже если и приезжают случайно, то остаются на все возможное время. Для Светы Саламатовой эта смена оказалась пятой и, увы, последней. В качестве отдыхающего больше приехать не получится. Возраст не позволяет, но Света уже планирует вернуться сюда вожатой. Я проходила курс вожатых на третьей смене и на четвертой смене. Ближайшие, может, через год-два я пройду обучение в школе вожатых. Если все хорошо, то я обязательно приеду. Чтобы носить почетное звание вожатого, придется потратить немало сил и времени. На самом деле, это очень сложный путь. Нужно пройти школу обучения вожатых, потом успешно сдать экзамен, чтобы быть настоящим вожатым. Чтобы быть вожатым, нужно любить в первую очередь детей. Я очень люблю детей, наверное, поэтому я и пошел работать вожатым. А для этих ребят путь в ребячку оказался длиннее, чем у большинства, на целую страну. Вожатые приехали к нам из Китая поделиться опытом и научиться чему-то новому. В первую очередь нам очень понравились дети. Они были очень милые. Вся наша деятельность была очень интересная, и каждый день мы узнавали что-то новое. Нам очень понравилось учить детей и играть с ними. И вожатых, и детей всю смену учили танцевать восемь преподавателей. За три недели удалось обучить современной хореографии, бальным и народным танцам разных стран и даже элементам балета. Смена вообще она художественно-эстетическая. Мы детей развивали и, соответственно, формировали эстетическую культуру. И через танцы именно она проникала. Через музыку, которая звучала во время танцев, через культуру, допустим, изобразительную. Лучших из лучших на отчетном концерте ждали награды и памятные призы. Я ухожу, ухожу, красиво! Дарья Ушакова, Юлия Сауляк, Сергей Мякишев. Тюменское время.